Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем наши воскресные вебинары, наше занятие. Как вы помните, мы разбираем тему симптоматической артериальной гипертонии при различных эндокринологических заболеваниях и пытаемся разобраться, что же такое эти эндокринологические заболевания. Мы уже разобрали с вами сахарный диабет и диабетическую нефропатию. Мы разобрали болезнь и синдром иценко-кушинга. Болезнь – это тоненькие ручки, синдром – это красные щечки, но на самом деле мы помним, что это одни и те же симптомы. То есть проявление этих двух разных заболеваний, одно из которых связано с аденомой гипофиза, а синдром связан с уже аденомой надпочечников, они проявляются одинаково и связаны с повышенным уровнем глюкокортикоидов в крови. Мы с вами рассмотрели акромегалию, тоже один из вариантов опухоли гипофиза, когда повышается уровень соматотропного гормона и происходит огрубение всех черт лица. Также мы поговорили и о опухоли надпочечников, которая называется феохромоцитома. Ее проявление – это кризовое течение, повышенная выработка адреналина и норадреналина, но все вот эти приливы, в отличие от остальных форм, они холодные, то есть бледность кожи, бледность лица, потому что спазм сосудов и очень высоко повышается, но пароксизмально повышается артериальное давление. А сегодня нас ждет не менее интересное заболевание. Связана она тоже с надпочечником, это тоже будет опухоль надпочечников, но уже наружного слоя и приводящая к повышенному образованию минералокортикоидов, следовательно, альдостерона. Ну, вы знаете, что альдостерон входит в ренино-ангиотензиноальдостероновую систему, и естественно, что повышение альдостерона в крови приводит к повышению артериального давления. Кстати, эту артериальную гипертензию при синдроме Кона можно вылечить, только вылечив сам этот синдром, и артериальная гипертония таким образом излечивается. Итак, первичный альдостеронизм или синдром Кона – это опухоль коркового слоя надпочечников, аденома, реже карцинома, гиперплазия коры надпочечников. Особенность гипертонии при нем – неуклонное ее нарастание и отсутствие реакции на все гипотензивные средства, кроме верошпирона. Часто у больных могут наблюдаться гипертонические кризы, при которых верхнее систолическое давление подымается выше 250, то есть это одно из самых злокачественных течений артериальной гипертонии. И, естественно, оно может приводить к развитию инфарктов и инсультов как самостоятельное заболевание. И действительно, при синдроме Кона продолжительность жизни резко уменьшается именно из-за кризового течения артериальной гипертонии. Пару слов мы уже стали изучать с вами великих эндокринологов. И Джером Кона – это американский эндокринолог, который в 1955 году описал альдостерон, продуцирующую аденому коры надпочечников, удаление которой привело к полному выздоровлению пациентки. Итак, первичный альдостеронизм встречается у людей 30-50 лет, преимущественно у женщин. В настоящее время установлено, что это одна из наиболее распространенных причин симптоматической артериальной гипертензии. Ставим себе галочку. Хотя первичный гиперальдостеронизм все еще является значительной диагностической проблемой, его распознавание имеет решающее значение, поскольку артериальную гипертонию при этом заболевании можно полностью вылечить с помощью хирургического вмешательства. Распространенность от 5 до 15 процентов, вы видите, достаточно высокий процент. Симптомы. Семейный анамнез первичного альдостеронизма, спонтанная или индуцированная диуретиками гипокалиемии, гипертензия в сочетании с надпочечниковой опухолью и цинденталомой. Мы сейчас поговорим о ней. И синдромом сонного апноэ. Хорошо, что мы с вами тоже достаточно подробно это проговорили. Для тех, кто к нам присоединился впервые, все наши занятия есть в записи, и вы можете их посмотреть на сайте Еду Сирана. Так приблизительно выглядят пациенты во время самой опухоли и после ее удаления. Вы видите, что у женщины яркие признаки гирсутизма, потому что все находится рядом, и повышенная выработка и половых гормонов, мужских половых гормонов, вот она приводит к таким изменениям на женском лице. Жалобы на резкую мышечную слабость, парастезии, судороги, жажда, частые обильные мочи и спускания, сердцебиение, повышенное артериальное давление. Один из таких ярких симптомов – это гипокалиемия, повышенное артериальное давление в сочетании с гипокалиемией. Давление в основном повышается диастолическое и, опять же повторюсь, резистентное к гипотензивной терапии, кроме терапии верошпирона. Часто встречается желудочковая экстрасистолия. Сейчас вы видите как раз комплекс экстрасистолии на этом виде ЭКГ. Также вот эта гипокалиемия приводит к тому, что происходят эпизоды пореза, миоплегии, титанических судорог, миалки. В общем, такой симптоматики со стороны мышц. Она может быть самая различная. И полиурия и нектурия также связаны с гипокалиемией. Давайте еще раз повторим эти признаки на ЭКГ. Гипокалиемия, увеличение периода КУТ, увеличение периода ПКУ, снижение, иногда даже снижение сегмента СТ или уплощение зубца Т, как в данном случае на этой электрокардиограмме, и появление зубца У. Вот на этой электрокардиограмме зубец У ярко выражен, и он как бы сливается с зубцом Т. Как мы определим, что это зубец У? Он далеко отстоит от всего комплекса КУРС. Это именно гипокалиемия. Еще раз запоминаем эти признаки. Я уже упомянула это такое красивое слово, инциденталома надпочечника. Это образование надпочечника, выявленное при реализирующем обследовании не по поводу патологии, а в связи с другими причинами. Инцидент. В основе этого слова лежит слово инцидент. Случайно. Они могут оказаться как гормонально неактивными, так и гормонально активными. Могут исходить из различных зон надпочечника, или иметь неспецифическую органную принадлежность, иметь доброкачественную или злокачественную природу. Все вот эти различные виды пухолей вместе объединяются под таким красивым названием инциденталома. Первичный гиперальдостеронизм диагностируется путем измерения в крови, ну мы с вами уже это поняли, альдостерона и ренина. При синдроме Кона уровень альдостерона будет высоким, а уровень ренина будет низким. При этом уровень калия может быть и низким, и нормальным. Дополнительные тесты для подтверждения диагноза. Производится внутривенное вливание солевых растворов или дополнительной соли с помощью диеты. И если после этих тестов уровень альдостерона остается высоким, а уровень ренина снижается, то диагноз подтверждается. Альдостерон-рениновое соотношение в настоящее время является самым надежным тестом по выявлению синдрома Кона. Вот это надо запомнить. Альдостерон, ренин, альдостерон высокий, ренин низкий. Ну тут вот подробно написано, что кровь надо брать в утренние часы. И я думаю, что если вам будет интересна эта методология забора, вы прочитаете это потом на слайдах. Есть еще множество диагностических проб. Пробы с артостазом, с форсимидом, с каптаприлом, 24-часовая экскреция альдостерона с мочой, тест на подавление физиологическим раствором. Все они имеют место в диагностике, но обычно это уже проводят специалисты-эндокринологи. Ну давайте мы об этом хотя бы будем знать, что они существуют. И при необходимости вы можете всегда это подсмотреть на нашем сайте. Компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют увидеть, есть ли опухоль в надпочечнике. Если пациент младше 40 лет, и у него есть опухоль только в одном надпочечнике, то в этом случае можно приступать к лечению. Если пациент старше 40 лет, и у него нет опухоли, либо есть опухоль, но в обоих надпочечниках, то возникает необходимость проведения специального теста селективного забора венозной крови из центральной вены надпочечников. В ходе этого теста, который проводится под рентгеновским контролем, хирург и рентгенолог берут кровь непосредственно из вен обоих надпочечников, чтобы определить, какой именно орган вырабатывает патологическое количество гормона. Какие операции делают? Но в очень общих чертах. Открытая адреналоктомия. Во время такой операции выполняется широкий разрез через грудную и брюшную полость и диафрагму. По сравнению с таким подходом эндоскопическая адреналоктомия снижает сроки пребывания в стационаре и сочетается с меньшим количеством осложнений. У пациентов с односторонней аденомой надпочечникой единственным способом лечения является адреналоктомия, удаление опухоли вместе с надпочечником. Эта операция обычно выполняется ретроперентонеоскопически, то есть через несколько очень маленьких разрезов со стороны спины. После односторонней адреналоктомии почти у 100% пациентов, обратите внимание на эту цифру, 100% снижается артериальное давление и нормализуется уровень калия в крови. При этом более чем у 50% пациентов артериальная гипертония полностью излечивается. То есть уже дальнейший прием препаратов медикаментозное лечение. Она тоже понадобится при этой патологии, особенно при подготовке к операции. И здесь тоже хирурги могут вызвать терапевта и спросить, а что же нам делать вот такое высокое давление. Медикаментозное лечение рекомендуется пациентам с крайне высоким уровнем риска оперативного лечения. Поскольку односторонняя эндоскопическая адреналоктомия может полностью избавить пациента от медикаментозного лечения, ее необходимо выполнить во всех остальных случаях. Перед операцией артериальное давление и уровень калия в крови необходимо привести в норму. Это очень важно. Если достичь этого в короткие сроки не удается, то операцию следует отложить. То есть вот это как раз тот момент, о котором я говорила, что здесь обычные хирурги вызывают кардиологов или терапевтов и просят их медикаментозно привести и калий, и артериальную гипертонию в норму. После операции следует измерять уровень активности альдостерона и ренина в плазме крови, чтобы сделать предварительные выводы об эффективности оперативного лечения. Также в послеоперационный период нужно отменить прием добавок калия, прекратить прием спиронолактона и при необходимости уменьшить антигипертонизированную терапию. Обычно артериальное давление улучшается или нормализуется через 1-6 месяцев после односторонней адреналактомии, но у некоторых пациентов оно может оставаться повышенным до года. Для пациентов с двухсторонней гиперплазией лучшим способом лечения является консервативное. Прием препарата под названием спиронолактон, который блокирует действие альдостерона. Кроме того, пациент должен придерживаться диеты с низким содержанием соли. То есть, если оперативное лечение невозможно, то возможно только консервативное ведение пациентов, то это терапия верошпироном и строгая диета с низким содержанием соли. Ну и постоянный контроль уровня калия в крови и артериального давления. Это уже наша с вами часть работы. Прогноз. Заболеваемость и смертность при синдроме Коно в первую очередь связана с гипокалемией и артериальной гипертензией. Все осложнения, нарушение ритма, остановка сердца, инсульт, инфаркт связаны именно с этими двумя патологиями. В случае современной диагностики болезнь излечивается полностью. И это тоже очень оптимистичное такое заявление. Мы можем реально помочь людям, которые в других ситуациях были просто обречены. Ну, чтобы у нас запомнились все патологии, которые связаны с повышением артериального давления при артериальной гипертензии, я позволила себе добавить эту картинку. Вы видите даму с признаками гирсутизма. И теперь мы будем знать, что это дама с синдромом Коно. И вы помните, собственно говоря, из каких признаков он состоит. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Уважаемые врачи! Приглашаем вас принять участие во Всероссийском научно-практическом форуме «Серано», который состоится в режиме онлайн 19 и 20 марта. Форум посвящен амбулаторной медицине. Вас ждут Клинические разборы и комментарии от ведущих специалистов страны по терапии и педиатрии. Мастер-классы. Прикладные знания, которые вы сразу сможете применить на практике. Форум «Серано». Объединяем врачей. Распространяем знания. Распространяем знания.